Глава 4. Фауна Тартара Вы уверены в своей полной готовности? Принцесса Селестия обращалась к старшему из стоявших перед ней двоих земнопони. Ее вопрос не был праздным. Услышав ответ «да», она собиралась открыть двери в самое негостеприимное и опасное место, которое только существовало в мире. Место, о котором большинству жителей Эквестрии было известно только то, что оно существует. Место, которое сама принцесса остерегалась посещать без крайней нужды. Место, куда ни один нормальный пони не отправился бы по собственной воле. Во имя торжества науки исследовательская группа собиралась отправиться в Тартар. За обоих земнопони ответил стоявший справа от принцессы Краулинг Шейд. «Дивот и Уайлд — профессионалы. Каждый по-своему. Их подготовка к этому походу продолжалась более трех месяцев. И они полны решимости расширить наши знания о Тартаре». Шейд отчеканил это без малейшей запинки. Он прекрасно представлял способности и настрой экспедиции. Ведь началась она с многочасовой беседы руководителя НИИ с организовавшим ее профессором. Желающий во что бы то ни стало найти подтверждение своим теориям, профессор Дивот идеально соответствовал желанию Бэт Пони показать действенные своих реформ на масштабном исследовании. Старый ученый, в чьей гриве было на удивление мало присущей образу умудренного годами пони седины, служил вдохновителем всего мероприятия. Лучшего эксперта в вопросах изучения нульмаги Тартара Шейд не знал. В первую очередь потому, что многие другие пони с таких фундаментальных исследований переключились на доходные и более перспективные прикладные. По поводу отправки падоку Уайлда, тащившего 75% груза измерительных приборов и 105% арсенала для самозащиты, Шейд колебался дольше. Но отправить в поход единорогов не позволили опасения, что твари Тартара используют их магию для побега, а никто из известных ему и согласных на экспедицию Пегасов и Земнопони не обладал таким опытом выживания в экстремальных условиях, как бывший зоолог. Что ж, еще раз желаю вам удачи. С этими словами принцесса Селестия начала плести заклинание. С кончика ее рога сорвалась искра магии. Зависнув в воздухе перед увешанным снаряжением исследователями, она разбухла и уплощилась, превратившись в сияющий белый прямоугольник. Медленно, словно проявляющаяся фотография, прямоугольник наполнился красками, превратившись в ведущую в другой мир прореху в пространстве. Несколько секунд все молча разглядывали подсвеченные бледно-зеленым безжизненные фиолетовые скалы. «Ровно через три дня я открою вам обратную дорогу», — сказала принцесса. Профессор Дивот кивнул и запустил надетый на ногу хронометр, начавший обратный отсчет. «Волнуюсь я», — вздохнул земнопони, — «но не будем держать двери нараспашку. Вдруг кто с той стороны заглянет». Однако прежде Дивота в портал запрыгнул увешанный сумками и странными приспособлениями бурый земнопони в потертой походной куртке. «Можно проходить путь чист», — быстро осмотревшись, доложил начальник службы безопасности. После того, как через портал прошел Дивот, Селестия закрыла и развеяла дверь между измерениями. Когда светящийся прямоугольник растаял, принцесса слегка поджала губы и чуть заметно качнула головой. Ее осторожный жест остался незамеченным большинством толпящихся в стороне пони, принявшихся обсуждать успешное отбытие группы. За этим событием наблюдала почти четверть, не занятых ничем особо важным, сотрудников Стейлбриджа, собранных на внешнем испытательном полигоне на всякий экстренный, либо пришедших из любопытства. Впрочем, их радость была сдержанной. Ликование закономерно отложили до момента успешного возвращения исследователей. — Надеюсь, они достигнут успеха, — произнесла принцесса, продолжая смотреть в точку в пространстве, где только что закрылся проход в самое мрачное из известных большинству магов измерений. — Иначе и быть не может. Я не поддерживаю провальные затеи, — моментально откликнулся советник по науке. — Да, — мягко произнесла принцесса, — я приняла этого внимания, когда по вашей просьбе поставила Нейсея канцлером ЭУО. У меня были серьезные сомнения на его счет из-за его взглядов. — Ох, Нейсей! — выдохнул Шейд. — Он последовательный, очень исполнительный, требовательный ко всем и к себе в первую очередь. Я решил, что эти его качества перевешивают некоторую ограниченность взглядов. Тем более, что на посту канцлера образования он вряд ли устроит дипломатический конфликт. Бэтпони позволил себе быструю улыбку. — Принцесса, с этого момента мы можем начать полноценную ознакомительную экскурсию. Здесь, как вы, наверное, знаете, у Стейлберджа внешний испытательный полигон. Он вынесен за территорию научного центра, поскольку... Шейд. Селестия своим видом показала, что намерена лично определять тему разговора. — Я верю, что вы заготовили массу эффектных демонстраций, ползущих вверх графиков и выставку достижений. — Но меня сейчас волнует не столько Стейлбердж, сколько вся ваша деятельность. Вы уже разобрались с тем безобразием, которое натворили в Мейнхэттене? Резким движением головы и демонстрацией клыков Бэтпони заставил отойти пару околачивающихся без дела практикантов. Предстоящий разговор не терпел посторонних ушей. Протест сотрудников медицинского центра не являлся согласованной акцией и угрожал подорвать доверие к государственной власти в среде ученых. Я принял меры по быстрой изоляции недовольных. Они получили административные взыскания. Но главное — обрели. Страх передо мной. Перед вами. Перед самовольно возникающими учеными сообществами вроде Союза Академиков. Если говорить иносказательно, то я сделан мейнхэттенской интеллигенцией прививку от непослушания. На этом конфликт себя исчерпал. Впред, Шейд, я бы попросил о вас воздержаться от подобных методов. Сухо произнесла принцесса, не глядя на советника. А вас понял. — Кроме того, я решила отпустить на свободу всех пони, состоявших в Союзе Академиков. Считаю, что они не представляют угрозы для Эквестрии. — Полностью одобряя это решение, ваше Высочество, — склонил голову Шейд. — Добавлю, что двое из Союза, Диспьют и Глейсерхит, участвовавшие в заговоре из Крипта до Свитча, согласились сотрудничать и в данный момент освобождены из темницы. — Они, так сказать, проверяют на прочность Балтимейрский истеблишмент, в верности которого имеются определенные сомнения. — Надеюсь, я не превысил в этом свои полномочия. — Лучше уж так, чем разгонять гвардии толпу, — ответил принцесса. — Возможно, они помогут нам найти таинственного магистра. — Если этот магистр все-таки существует, мы сделаем все возможное, чтобы найти его и раз и навсегда положить конец его деятельности. — Селестия повернула голову и встретилась взглядом с непроницаемыми черными стеклами солнцезащитных очков. — Вас никогда не интересовал вопрос, почему вы стали советником по науке? После небольшой паузы спросила она, — Почему на этой должности я не оставила какого-нибудь старца, прочитавшего за свою жизнь тысячи книг, или не поручила это дело своей ученице? — Вы выбрали меня, значит, на то были причины, — нейтральным тоном ответил Шейд. — Я выбрала вас за качество, редкое для жителей Эквестрии, но крайне полезное в споре с учеными Пони. Бэт Пони заинтересованно поднял украшенные кисточками уши. — Вы жестоки, Шейд. Ваша жестокость дает вам преимущество в решении вопросов, где требуется идти вопреки и против кого-то. Принцесса бросила еще один взгляд в пустоту, оставшуюся после порталов Тартар, и окончательно переключила внимание на своего советника. — Итак, что у вас по графику после внешнего испытательного полигона? Последние ноты мелодии растворились в воздухе. Отняв сирингу от губ, он позволил ей вернуться на привычное место на груди. Задумчиво провел по крученному шнурку, рассеянно вслушался в тишину. Что ж, он исполнил все мелодии для всех погруженных в сон обитателей Тартара. И теперь его собственный, не знающий сна разум, ощущал лишь царящее вокруг спокойствие. Еще один спокойный день, благодаря его музыке. Последовательно почесав подбородки церберу, который всегда приходил на звуки сиринги, он переместился к дому. И уже стоя на пороге, ощутил чуждое присутствие, похожее на вплетшиеся в знакомую мелодию новые ноты, новые существа. Двое новых существ. Мгновенный взгляд через безграничное пространство Тартара, и он увидел их. Маленьких, пришедших из далекого внешнего мира. Насколько он помнил, они предпочитали называть себя пони. Двое пони как-то забрели в Тартар. Он прислушался к их мыслям, мечтам и устреблениям. Нет, их привела не случайная ошибка, не злая сила коварного заклинания. Двое гостей стали гостями добровольно. Их привело так хорошо знакомое ему любопытство. «Интересные гости», — решил он. «Достойные знакомства. Надо посмотреть, что они будут делать». Сейчас они спорили. Пытались понять, кто руководит их группой, кто кого должен слушаться. Крепкий бурый пони с самыми тяжелыми сумками, разодетый так, словно ждал в Тартаре зимней стужи, наседал на старшего, более аскетично сложенного товарища, синий, тронутый сединой гривой. «Слышь, ученая голова!» — говорил он. «Делай, что я скажу, а не что тебе вздумается. Иначе я тебя, ошибка умного, оставлю как источник прямой опасности и дальше буду выживать самостоятельно». «Не имеете права», — упирался пожилой. «Ваши обязанности требуют нести ответственность за безопасность всей группы, поскольку вы в этом разбираетесь. Вы должны обеспечивать мою безопасность. Вот, обеспечивайте. А науку оставьте тому, кто в ней разбирается, то есть мне». «Это не дает тебе права вести себя бездумно, словно жеребенок на утреннике. Если не прекратишь игнорировать мои прямые распоряжения, то поставлю сигнальный маяк, привяжу тебя к нему, и будешь сидеть на одном месте все три дня». «К чему такие резкие слова? Пока что не произошло ничего ужасного». «Да что ты говоришь? А кто чуть не уронил сигнальный маяк?» «Не уронил же». «Вообще от вас, Уайлд, угроза в настоящий момент исходит больше, чем от Тартара и всех его обитателей. Еще один повод ко мне прислушаться». «Забавные существа», — подумал Сатир. «Интересные собеседники. Наверное, из общения с ними получится узнать много нового. Много такого, над чем удастся подумать в следующие несколько сотен лет». Однако ему требовалось как можно быстрее прекратить их спор. Он становился слишком жарким. Это было опасно. Естественная магия Тартара была крайне чувствительна к эмоциям живых существ, и мелодии, позволяющие поддерживать магический сон его подопечных, черпали силу из его собственного спокойствия. Принесенный же этими двоими эмоциональный хаос мог вступить в резонанс этой магии и пробудить кого-нибудь из обитателей. Особенно он переживал за выводок медвежуков. Он сделал шаг сквозь разделяющие их пространства и взглянул на спорщиков с высоты своего роста. «Прошу прощения». «Не сейчас!» Одновременно отмахнулись оба спорящих пони. Забавные. Лишь с опозданием в несколько секунд они сообразили, что голос им не знаком, да и вообще здесь кроме них никого быть не должно. Но каждый раз, встречая кого-то впервые, впрочем, с последней такой встречи минуло не одна сотня лет, он отмечал, что именно в его облике привлечет наибольшее внимание нового знакомого. Это стало своего рода игрой. Вот и теперь он в свою очередь смотрел на уставившихся на него пони, пытаясь понять, что они сочли наиболее примечательным. Витые рога с почти выцветшей оранжевой челкой между ними. Раздвоенные копыта, выгнутые назад колени, руки с четырьмя пальцами, висящие на груди серингу или... глаза. Понял он, встретив взгляда неожиданных гостей. Как и всегда глаза. Горизонтальные зрачки всегда привлекали внимание и нервировали тех, кто впервые видел представителей его вида. «Меня зовут Селен». Соблюдая правила вежливости, представился он. «Я сатир. Возможно, вы слышали или читали о моем народе. Уже много, очень много лет я называю Тартар своим домом». Пони продолжали молча таращиться на него, но Селена это не беспокоила. Страх, удивление, робость привычны для Тартара эмоций. Когда-то он сам испытывал их. Давно. Очень давно. Так давно, что к настоящему времени от них не осталось и следа. За сотни и тысячи лет они давно угасли, сменились рутинными прогулками, музицированием, собиранием круглых камней в коллекцию, апатией. «Могу я узнать, кто вы такие и что привело вас в этот неприветливый край?» Они могли не отвечать. Он уже узнал о них все, уже понял их мотивы. Они явились в его мир, где никто не имел секретов от Селена, где он обязан был знать все обо всех. Старый Пони. Профессор Дивот. Селен чувствовал в голове ученого страстное желание исследовать феномен нульмагии Тартар. Сатир выяснил, что профессора подвигли на путешествие собственные теории, что он обосновал существование мира с нульмагией, но все доводы разбились о заседании какого-то научного совета. Другие ученые Пони внимательно выслушали получасовой доклад и зачитали контраргументы от Пони по имени Рита Снеллис, удивился Селен. Кто бы мог подумать? А я ведь совсем забыл про этот случай. Сатир продолжал разбираться в мыслях и переживаниях Дивота, читать память, за секунды просматривая годы его жизни. Его особо заинтересовал момент, когда ученый Пони с удивлением и ужасом осознал, что неизвестный ему Рита Снеллис научно опроверг выведенные им постулаты, предложив не менее убедительный. И поскольку практических доказательств ни одна из сторон научного дискуса представить не могла, научный совет не принял ни теорию Рита Снеллиса, ни теорию Дивота, что и привело последнего прямиком в Тартар. Бурый земнопоний по имени Падок Уайлд не принадлежал к касте выдающихся ученых, теоретиков, строителей гипотез, и художников с кистью и с форму. Однако при этом он показался Селену весьма необычным и интересным. Его помыслы, ощущения фантазии, вместо обычной прямолинейности четвероногих существ прыгали из образа в образ, от мнения к мнению, выстраивая постоянно меняющийся лабиринт с движущимися стенками. Селен видел пони, обладающего обостренным чувством долга и развитым инстинктом самосохранения, державшего в секрете навыки и умения, которые вызвали бы отвращение у большинства его знакомых, но не стеснявшегося представлять себя независимым, самобытным, опасным. «Меня зовут профессор Дивот», наконец взял себя в копыта пожилой пони. «Это мой коллега из другого научного центра Падок Уайлд». Селен ответил вежливым поклоном существам, едва достававшим не самому крупному из сатиров до пояса. «Нас привело в Тартар желание ознакомиться с нульмагией», продолжал Дивот. «Это уникальное явление, существующее только в этих краях. Оно характеризуется высоким сопротивлением атмосферы к образованию связанных энергетических частиц». «Интересно», хмыкнул Селен. «Веселый пони. Объясняет мне, тому, кто видел зарю цивилизации, про нульмагию, хотя попали в Тартар меньше часа назад». Селен решил, что самое время удивить гостей, а заодно немножечко пошатнуть их представление о реальности. «Полагаю, из этого неуютного места перебраться ко мне домой», произнес он, и прежде чем едва успевшие переглянуться пони поинтересовались направлением и расстоянием, щелкнул пальцами. Склон горы исчез. Теперь они стояли на обширном фиолетовом плато, окруженном выглядевшими неимоверно древними колоннами и их обломками. В его центре стояло едва ли не рассыпающееся на глазах строение из темно-зеленого, словно покрытого патины кирпича, увитая вполне живым, несмотря на отсутствие солнечного света лианами. Почувствовав возвращение хозяина, они зашевелились и раздались в стороны, открывая арку дверного проема. Селен с улыбкой отметил замешательство своих маленьких спутников. Сатир на их глазах свернул одну точку реальности, чтобы развернуть вместо нее другую, без магических искр, без сияющей ауры. Однако, даже в замешательстве ученый пони нашел место логики. «Мистер Селен», подал голос Дивот, справившись с вызванным перемещением дискомфортом и отметив нечезнакомое в магии Сатира. «Вы случаем с Дискордом не знакомы?» Интересный вывод. Неожиданный, хотя нет, ожидаемый, родился из сопоставления сходных мистических эффектов. Сатир снова заглянул в сознание гостей. Они слышали про Дискорда, того самого Дискорда. «Тесен мир», подумал Селен. «Мы Сатиры называли его наш одичалый брат», произнес он вслух. «Мы? Значит, есть и другие?» спросил Падок Уайлд. Как говорили некоторые, сатиров в мире так мало, что хотелось бы еще меньше. Когда-то у нас имелся собственный город-сад Ливгарден. Я все еще помню, как он выглядел. Помню лица моих собратьев, помню утопающие в зелени улицы, извинящие фонтаны, высокие шпили и низкие крыши, мосты и развивающиеся на ветру стяги. Я помню все это, хотя природа изгнала нас из Ливгардена тысячи лет назад, засыпав его улицы песком и сушив фонтаны. Слушая его, пони нерешительно топтались на пороге, выглядящие так, словно вот-вот готовы обвалиться постройке, но вдруг одновременно двинулись в обратную сторону. Падок Уайлд при этом вскинул вооруженную пневмопушкой ногу и навел оружие на дверной проем. Селену хватило мгновения, чтобы понять, в чем дело. Увлекшись тем, чтобы произвести впечатление на гостей, он совершенно забыл об еще одном существе, составляющем ему компанию в этом неприветливом краю. «Эврептерида», воскликнул он, бесстрашно хватая и поднимая на руки черное жукообразное существо с лоснящимся панцирем. Пони даже при желании не смогли бы ему навредить, но вот напугать напугали, а сами испытывали что-то близкое к отвращению. Домашний питомец невиданной породы, которого один из пони по внешнему виду определил в группу между морскими скатами и пустынными скорпионами, уютно устроился в мускулистых руках сатира. «Эврептерида живет у меня дома», запоздало сообщил Селен. «Без нее мне стало бы невыносимо скучно. Она не очень разговорчива, но жизненного опыта ей не занимать. Эврептерида ползала по камням тартара задолго до моего рождения». Пони наблюдали сцену милования между двуногим рогатым музыкантом и большеглазой зверушкой на суставчатых конечностях и дружно решили оставить увиденное без комментариев. Но Селен не упустил шанса поднять себе настроение и прочитать впечатления пони своими ментальными чарами. «Что еще живет в вашем доме?» настороженно поинтересовался бурый земнопони. В лабиринте его разума наконец забрежил просвет, и Селен понял, что пони считают сатира одним из узников, опасным заключенным с безжизненных горестых склонов тартар. «У Цербера своя конура», ответил Селен, «кроме Эврептериды я к себе никого не пускаю. Обитатели тартара, на мой взгляд, не особо заслуживают комфорта. Они здесь потому, что во внешнем мире им нет места и не должны радоваться заключению». Продолжая поглаживать панцирь, сонно щелкающий жвалами Эврептериды, сатир прошел подарка из раступившихся растений. Пони рискнули двинуться следом. «Вам известно, что тартар служит пристанищем и тюрьмой для наиболее опасных чудовищ, чье пребывание в вашем мире угрожает живущим там существам. Не сомневаюсь, что вы логично предположили, что я также являюсь узником этих земель. Но нет. Я первый за века и тысячелетия, кто решил пожить здесь добровольно». Войдя вслед за хозяином, Уайлд и Дивод застыли на пороге, удивленные и восхищенные. Снаружи неприветливый, как и окружающая пустошь, изнутри дом сатира оказался совершенно иным. Его наполнял желто-оранжевый цвет, создававший ощущение тепла и спокойствия. В первое мгновение гости подумали, что хозяин вновь использовал свою магию и перенес их в новое место. Но, приглядевшись, догадались, что раскинувшийся перед ними странный, но невероятно красивый город, всего лишь картинка, невероятно детальное воспоминание. И хотя все выглядело так, словно обитатели этого города вот-вот выйдут из своих домов, почему-то быстро становилось понятно, что никто и никогда больше не появится на залитых солнечным светом улицах. И вслед за первоначальным восхищением на гостей нахлынула щемящая чужая тоска по потерянному, оставшемуся только в воспоминаниях городу. — Оригинальная обстановка, — заметил Уайлд, — улицы внутри дома. Всего лишь переменчивая иллюзия. Селин опустил питомца на пол, и тот, цокая лапками по желтой плитке, направился к правой стене. Внезапно Эврептерида спокойно прошла сквозь преграду, и звук ее поступи слышался теперь с той стороны. Сатир протянул руку и как бы оттолкнул от себя эту стену. Казавшаяся нерушимой кирпичная стена словно отодвинулась, и сквозь нее тут же проступили новые очертания. За несколько мгновений внутреннее убранство жилища полностью изменилось, сохранив лишь цветовую тему, дополнившуюся более густым оранжевым и красным. Древесные стволы и ветви создали широкую беседку, пол покрылся ковром осенней листвы. Продолжающие расти ветви сплели диван, столик, свесившуюся с потолка люстру. Иллюзия была столь совершенна, что казалось в листве вот-вот блеснет солнечный зайчик, а уши уловят пение птиц. Городской пейзаж окончательно растаял, сменившись уходящими в бесконечность рядами деревьев. Так, ладно, тряхнул головой дивод, очевидно, что вы сейчас применили магию. Сатир постарался убрать самодовольную ухмылку и, щелкнув пальцами, опустился на изменивший свою форму плетеный диванчик. Теперь он представлял собой кресло с высокой остроконечной спинкой. Еще один челчок пальцами и древесные корни образовали меньшие креслица по размеру походящие гостям. Уставшись с дороги, отдохните, сказал Селен. Листья под его ладонью сплелись в чашку, моментально заблестевшую фарфоровым глянцем и наполнившуюся водой. Ну, серьезно, как вы это делаете? Не унимался дивод. Сатир прекрасно чувствовал переходящую волчность тягу к знаниям. Неудобные кресла, не возникший из пустоты поднос с фруктами, от десятков накопившихся вопросов его отвлечь не могли. Падок Уайлджа, напротив, фруктам уделил особое внимание. Пару плодов он раньше видел, правда, в книгах об ископаемых растениях древних времен, посему не упустил возможность переложить их в карман своего рюкзака. Я могу ответить на ваш вопрос, но будет намного полезнее, вернее и вежливее, если вы сначала ответите на мои. Начнем с того, что вы пришли в Тартар изучать нуль-магию, отвечал гостям Селен. Давайте сперва разберемся, что есть обычная магия. Под магией в Эквестрии понимают энергетическую характеристику, являющуюся мерой естественности материальных объектов. Тут же отозвался Дивот. Также магия это измеряемая в чарах степень утраты предметом естественных качеств в результате внешнего воздействия. Объективно магия является основой для циркуляции жизненных сил организма. Субъективно это направленный поток эмоционально-ментального излучения. А, тот самый магический дуализм, подразумевающий наличие видимого спектра колдовства и незримых чар, отражающий внутреннюю суть предметов, кивнул сатир. Вы знаете формулировку постулата Меркеласиса? опишел ученый Пони. То, что я живу в Тартаре, не значит, что я не интересуюсь окружающим миром, чуть улыбнулся Силен. Хорошо, тогда вы, полагаю, знаете и про второе следствие постулата. Внутренние чары неодушевленного предмета, отличный от внутренних чар мыслящего субъекта, весьма спорная теоретическая догма, как я считаю. На ней базируется все современное колдовство. И именно поэтому у вас такие сложности с постижением феномена нуль магии и пониманием моего колдовства. Пока пожилой пони готовился отвечать, Сатир почувствовал все нарастающую скуку падока Уайлда. Впрочем, ее, шебуршащая листьями эвриптиида, смогла бы заметить, настолько усердно зевал земнопони. Пора разграничить общение, решил Сатир и сделал едва заметный жест, проведя большим пальцем правой руки по трем другим. Селен остановил течение событий в своем доме и оставил эту реальность. Он оказался в небольшом размером с фургон кабинете, среди оплывших свечей, разбросанных по столу покрытых письменами вощеных табличек, палочек для письма, а также куда более современных предметов, на удивление не кажущихся чужеродными в этой обстановке. Он послал мысленный вызов двум существам, которых желал немедленно видеть. Те, к кому обращался Селен, могли находиться в сотнях километров от Тартара и тратить время на повседневные хлопоты. Но едва заслышав зов сатира, две немфериады, две вечно живущие сущности, служившие своему создателю, без отлагательств покидали свою реальность и переносились в измерения Тартара. Селен кевком поприветствовал своих немфериад. В нынешний век они приняли вид кобылок, голубой с розовым хвостом и гривой и розовый с голубыми. Мне нужно, чтобы вы на время заняли моего второго гостя. Селен обращался к лучшим, по его мнению, экспертам в обеспечении приятного времяпровождения с точки зрения пони. Лотус и Алоэ перевели взгляд сатира на бурово земнопони, замершего в момент застегивания карманов вместительного рюкзака. Их не слишком обрадовала необходимость отрываться от привычных дел в спа-салоне, но происхождение обязывало. С ним непросто, предупредил Селен. Его мысли и желания запутаны, и даже мне тяжело сквозь них пробиться. Однако я верю, что вы найдете подход. И вот еще что. Он картинно поднял палец, хотя мог бы этого не делать. Немфериады всегда послушно внимали указанием своего хозяина. Узнайте у него про змею по имени Ламия. Он постоянно ее вспоминает. Та самая Ламия? Уничтожительница грифонья гнездовий? Мысленные голоса Немфериад прозвучали одновременно. Обычно подобные существа не задавали вопросов, существуя лишь для исполнения воли своего создателя, но эти отличались определенной самостоятельностью. Видимо, так проявлялись тысячи лет, которые Лотус и Алоэ проверили под разными обликами в мире пони. Селен гордился такими независимыми исполнителями, но не мог похвастаться ими ни перед кем из своих сородичей. Уже несколько тысяч лет не мог. Боюсь, что да, вздохнул Селен. Этот пони победил некое существо, видом и поведением очень похожее на жившую более десяти веков назад тварь. Возможно, что Ламия все-таки не исчезла насовсем после уничтожения Грифонья в гнездове. Возможно, что, как и многие жители Тартара, она спаслась, переродилась или воскресла, чтобы потрясти внешний мир снова. Я не до конца уверен. Но вы видели Ламию в прошлом. Знаете ее образ лучше моего? Мы все выясним, заверила сатира Алоэ. И скрасим для этого пони время в Тартаре, продолжила Лотус. Селен слегка сдвинул ладонь с растопыренными пальцами. Жилище сатиры разделилось на два измерения. В одном остался осенний лес с креслами, подготовленными две Селена и Диота. Осталась и Евриптирида, ползавшая по коврику из листьев и корней. Древнее существо было невосприимчиво к играм хозяина с пространством и временем. В другое попали падок Уайлд и две схожие по облику кобылки. Для них сатир воссоздал одно из помещений Паневильского спа-салона, прикрытие и гордости Алоэ и Лотус в мире пони, после чего Селен вернул движение времени в обеих измерениях. Падок Уайлд моргнул пять раз. Светло-лиловые стены и кафель там, где только что росли вроде как деревья, не исчезли. Для чистоты эксперимента земнопони моргнул еще десять раз с тем же успехом. «Что у вас за привычка перекрашивать стены каждые пять минут?» спросил он, обращаясь к Селену. Сатир не ответил. Падок Уайлд повернул голову и обнаружил, что кресло и, восседавший на нем рогатый знаток магии, сменились на миниатюрный фонтан в виде трех выплевывающих воду мраморных дельфинов. И вообще, все помещение из беседки под открытым небом превратилось в нечто напоминающее огромную ванную комнату. Даже влажности в воздухе прибавилось. А вот существ стало меньше. И сумок тоже. Вся исследовательская аппаратура, лежавшая у ног Уайлда, дематериализовалась. Остались лишь рюкзак с походными пайками и небольшая торба с боекомплектом для пневматического оружия. «Профессор! Профессор, вы где?» «Дивот, отзовитесь!» Попытки найти находящегося под его ответственностью Дивота успехом не принесли. Подоку Уайлда это сильно разозлило и раздосадовало. «Утратил бдительность, называется!» «Расслабился!» «Идиота, кусок!» Первым делом заулок скинул оставшиеся сумки и привел в боевую готовность механизмы своей амуниции. «Прошу вас, успокойтесь!» произнес ласковый кобыли голос. «Не надо так переживать!» прошептал в другое ухо похожий голосок. Мелодичные голоса сплетались с журчанием воды в фонтане и отражались эхом от стен купальни, звуча подобно нежному напеву. Другой пони, возможно, и поддался бы их чарующему влиянию, но падок Уайл стал неистово крутиться на месте, рассчитывая увидеть источник слов в прицеле своего оружия. На готове были различные виды снарядов, от ловчих сетей до ослепляющих бомб. Что конкретно подействует на сатира, который, по мнению Уайлда, похитил профессора Дилата, зоолог сказать затруднялся, но был готов использовать все имеющееся под копытом, чтобы узнать. Селена в купальне не оказалась, однако падок обнаружил, что очутился в куда более странной, другой сказал бы, что приятной, но не он и не в этой ситуации компаний. Одна кобылка стояла справа от жеребца, другая слева. Уайлд не заметил, в какой момент они появились и не особо горел желанием выяснять. Сейчас все, кроме него в этой комнате, представляли угрозу и преследовали единственную цель не дать Уайлду спасти профессора Дилата. Правой передней ногой пони отталкивался сильнее, поэтому он сорвался с места, нацеливаясь на розовую мишень. Он врезался в Алоэ, отбросив ее кафельной стене и придавив горло полусогнутой ногой. Одновременно гладкая трубка пневматического ружья вытянулась в сторону голубой мишени. Положение зоолога было шатким, но он полагал, что держит ситуацию под контролем. «Это не самая лучшая идея», заметила Алоэ. удавалось говорить так, словно никто не пытался ее задушить. «Я бы даже сказала одна из худших», подтвердила Лотус, сделав небольшой шаг вперед. «Стоять!» велел падок Уайлд. «Иначе спущу пар!» «В прямом смысле! Через пневмокороб!» «Вот только гвоздь, который в тебя полетит, пробьет, как нечего делать!» «И ты притихни!» рыкнул зоолог на вторую пони, которая шевелилась под его ногой. «Мне хватит и одной из вас, чтобы узнать, где профессор Диод!» «Так что выживание второй под вопросом!» «С профессором все в порядке». Лотус придвинулся еще ближе. Падок чуть приподнял нацеленную ню пневмопушку, в последний раз намекая, что шутить не намерен. «Он сейчас с Селеном. Они ведут разговор, который важен для них обоих. Селен совместит ваши реальности, как только разговор завершится. Нам поручено побыть с вами за это время, чтобы вы не скучали». Голубая пони с розовой гривой в третий раз, нарушив приказ, сделала небольшой шаг вперед. Падок Уайлд коротко выдохнул и дернул пусковую скобу. Снаряд из пневморужья в одно мгновение долетел до пони, заставив ее попятиться и опустить голову. Не спускавшись с нее глаз падок, успел удивиться, не услышав ожидаемого вскрика. Дальше начались странности. Лотус преспокойно подняла копыта к торчавшему из груди краешку гвоздя, подцепила его и без видимых усилий и содрога не вытащила. На теле кобылки вместе, куда только что вонзился смертоносный снаряд, не осталось даже отметины, а с начищенного до блеска гвоздя упала пара капель бессветной прозрачной жидкости. Это я виновата, произнесла кобылка, которой по всем законам природы полагалось быть как минимум тяжело раненой. Селен предупреждал, а я не послушала. Ошеломленный Уайлд почувствовал, что со второй пони тоже не все в порядке. Теплая шерсть, которую он ощущал под ногой, внезапно превратилась в подобие холодного болота, не позволявший копыту сдвинуться. Краем глаза при жмеву лишили точки опоры и попытались повалить на пол, земнопоний заметил, как очертания розового тела заново формируются из просвечивающей массы. После грубого толчка подок оказался мордный на полу, но на его боевой настрой это практически не повлияло. Он повернул копыта и вперед выскочил закрепленный рядом с пневмо-ружьем штык. Уайлд рывком перекатился вправо, ожидая, что розовая пони дернется следом, окажется над ним и получит прямой удар острым четырехгранником. Копыта уткнулась в розовое тело, вызвав нечто похожее на волны и всплеск и застряла, сопровождаемое знакомым ощущением веской смолы. Пони, замершая над головой зоолога, немного помедлила и кивком подозвала подругу. Та переняла хват на левой передней ноги жеребца, после чего розовое с голубой гривой превратилось в прозрачное, похожее на медузу существо, внутри которого отчетливо виднелись белые проволочки сосудов, две звездочки зрачков и белый сияющий мешок, от которого по сосудам расходилась пульсация. Падок Уайлд завороженно наблюдал, как неведомая тварь, подобно морской волне, перетекает в сторону, как возвращает себе облик милой пони. Милой пони, до боли в суставах, придравившей конечность агрессивного жеребца. Что вы еще за хренотени? Отбросив приличие, спросил Уайлд. Мы немфериады, ответил Лотус, мирные водяные духи, привычно вторила ей подруга. В этот момент ее голос за правду походил на журчание воды. Водяные значит, рыкнул Уайлд, предприняв еще одну попытку резко вывернуться. По его опыту, гранитные скалы сдвинуть было бы проще, чем этих кобылок. Надо будет против таких, как вы огнемет прикрутить. Редактор субтитров